В 2022 году россияне неожиданно обнаружили положительные изменения в системе здравоохранения. Это следует из опроса Всероссийского союза пациентов. Доля участников, которые заявили об ухудшении ситуации, сократилась почти в два раза. Ну, а те, кто считает, что перемены положительные, доля их увеличилась с 8 до 11 процентов. Социологи объясняют изменения настроений тем, что сняты зажимы пандемии. И люди меньше критикуют ситуацию здравоохранения, воспринимая ситуацию, как «Мы все в одной лодке». Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержке журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Элла Малютина, руководитель управления организацией первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Минздрава Самарской области. Добрый вечер. Добрый вечер. Элла Николаевна сегодня отвечает за весь Минздрав Самарской области. Если вы хотите отвечать на мои и на ваши вопросы, мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Это последний эфир в этом году. И поэтому не убирайте далеко телефоны. У вас есть возможность сегодня задать вопросы доктору. Вот уже который год подряд новогодний эфир у нас начинается с того, что увеличен подъем инфекционных заболеваний. В общем, в этом году, к сожалению, опять ничего нового. Очень много сейчас болеют, это всем известно. В том числе болеют гриппом, ОРВИ. Так вот, наверное, начнем с эпид-обстановки в Самарской области. Какая она на самом деле? Ну, действительно, эпид-обстановка в Самарской области остается напряженной. Хотя последние несколько дней мы отмечаем такую долгожданную стабилизацию. Мы находимся в показателях, мы регистрируем рост, и, безусловно, это нам внушает определенный оптимизм. Как в детской категории наших маленьких пациентов, так и среди взрослых. Однако, действительно, на сегодняшний день только на амбулаторном лечении пациентов с ОРВИ состоит более 45 тысяч. Более полутора тысяч – это пациентов с новой коронавирусной инфекцией, также на амбулаторном этапе получают лечение и проходят определенные обследования. Да, совершенно верно. К сожалению, этот сезон мы встретили еще одну инфекцию, вирусную инфекцию – это грипп. Опять встретили. Опять мы ее встретили, но мы ее ждали в прошлом году, и, тем не менее, она к нам не пришла. И в 2022 году, в конце этого года, у нас стали регистрироваться и являться случаи свинового гриппа ОВШ-1Н1, который протекает достаточно сложно, протекает тяжело. Однако нам уже известны инструменты, методы борьбы с этим тяжелым недугом. И, пользуясь случаем, я еще раз хотела бы обратиться к нашим жителям, чтобы не занимались самолечением и своевременно обращались за медицинской помощью в наши поликлиники. Тем более, что все медицинские учреждения подготовили графики, которые будут доступны для оказания медицинской помощи и в новогодние праздники в том числе. Николай, мне кажется, на этом месте стоит остановиться. Почему не стоит заниматься самолечением? Ведь все привыкли, что грипп и ОРВИ, ну, все знают, что примерно нужно принять. Зачем идти в поликлинику, выпить таблеточек, полежать пару дней? Новая коронавирусная инфекция нас тоже научила дифференцированно относиться к инфекции, которая вызывается обычными вирусами ОРВИ, гриппом и новой коронавирусной инфекцией. Хотя это все вирусы, но принципы подхода и лечения, и даже выбора лекарственных препаратов, он отличается на определенных этапах, и это очень важно. Сейчас мы имеем такой возможности, проводится дифференциальная диагностика, это делают мобильные медицинские бригады, когда выезжают на дом, осматривают пациентов. Мы делаем диагностику на новую коронавирусную инфекцию, это метод работает, там совершенно особые лекарственные препараты, которые пришли на рынок, будем так говорить, недавно, с появлением новой коронавирусной инфекции. И также мы стали, начиная с декабря месяца, тестировать наших пациентов, особенно пациентов, которые относятся к категории декретированных, как мы говорим. Это пациенты 60+, это пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями, беременные наши женщины, это дети. Мы тестировали в том числе и на проявление гриппа. И здесь тоже совершенно иные лекарственные препараты, иные подходы, и подходы к лечению, к выбору места лечения, что мы оставляем этого пациента под наблюдением на дому, или этот пациент требует особого внимания и требует госпитализации. Какие симптомы гриппа и коронавируса сходны? В чем может быть путаница? Ну, все респираторные инфекции протекают, бывают с повышенной температурой, все они протекают с явлениями насворка, либо кашля. Однако, характерная особенность гриппа проявляется повышенной интоксикацией и резким внезапным началом. То есть, человек был на завтраке, был с коллективом, в 9 часов утра он чувствовал себя замечательно и превосходно, а ближе к 12 к часу дня у него появилась ломота, резкая головная боль, чувство озноба либо жара, он чувствует себя больным, чувствует себя плохо. Вот именно такое начало гриппозной инфекции является наиболее характерным. Еще я слышала, жалуются люди на то, что длительное время уже после лечения сохраняется кашель. Да, безусловно. Поскольку это все респираторная инфекция, ей поражаются верхние дыхательные пути. Если, тем более, пациенты имели скомпрометированные, то есть имели уже сопутствующие заболевания органов дыхания, либо это заболевания сердечно-сосудистой системы, которая также отягощает это состояние, сахарный диабет. Безусловно, остаточные явления в виде продолжающегося кашля, они могут находиться и продолжать какое-то время. Поэтому, тем более, нужно иметь такую возможность проконсультироваться и получить совет врача. Вот вы сказали, что мы ждали грипп в прошлом году, он не пришел в позапрошлом, не пришел. И на самом деле мы так расслабились с пандемией коронавируса и перестали бояться гриппа. Я вот даже себе не могу простить, почему я осенью не сделала прививку от гриппа, которую я делаю каждый год. И таких, на самом деле, людей много. Сейчас вот уже январь. Наверное, бессмысленно прививаться от гриппа? Нет, нет такого подхода. Министерство здравоохранения Российской Федерации, наши эпидемиологи, инфекционисты совершенно поддерживают. Если наши жители, мне очень приятно и вас, равно как и иных жителей Самарского, пригласить на наши прививоченные кабинеты, прививоченные пункты, о которых имеется современная, эффективная, безопасная вакцина для того, чтобы пройти вакцинацию от гриппа и обезопасить себя на весь период 22-23 года. У нас и называется, в общем-то, прививоченная кампания 22-23 года. Поэтому, в принципе, никогда не поздно. Поэтому приходите и получите защиту. Какой период нужен вакцине для того, чтобы начать работать все-таки, чтобы понимать? Это традиционная рекомендация. Иммунитет вырабатывается в течение до полутора-двух месяцев для того, чтобы иметь эту защиту. Но это очень средние показатели, поскольку действительно иммунная система. Тем более сейчас мы с вами находимся в период эпидподъема. Мы каждый день, по сути дела, мы имеем место, встречи с той или иной инфекцией. Поэтому сейчас эти процессы проходят несколько быстрее. Это программа «Звоните доктору», если вы опоздали к началу. Сегодня в нашей студии Ломалютин, руководитель управления организацией первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Минздрава Самарской области. Мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Если у вас есть вопросы относительно своего здоровья, можете позвонить в студию. Впереди праздники и, конечно, есть опасения, что вдруг что со здоровьем? Что делать? Не останешься ли без помощи? А будут ли в празднике работать прививочные пункты, о чем мы сейчас говорили, что неплохо бы и привиться? И вообще, как будет работать наша система здравоохранения в эти даже не дни, а недели уже, можно сказать, да? Да. Спасибо за вопрос. Действительно очень важный. На наших сайтах и на всех сайтах наших медицинских организаций, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, вывешена информация, а также она представлена на информационных стендах медицинских организациях. Основной принцип наш – это доступность оказания медицинской помощи, это и лечебная, это и профилактическая, куда входит и диспансеризация, и вакцинация, о которой вы говорите, ежедневно, начиная с 31 декабря и завершая 8 января 2023 года. Мы не делаем для себя никаких остановок, не делаем никаких, не имеем такой возможности действительно остановить ни лечебную, ни профилактическую работу тем более. А думаю, что начало нового года наши жители могут воспользоваться и начать год с того, что прошли диспансеризацию. Я, например, нескольких друзей, нескольких своих пациентов, постоянных своих пациентов уже записала на диспансеризацию, и вот в первую неделю этого года они пройдут диспансеризацию в своей поликлинике по месту жительства. Очень удобно, конечно, и время свободное у людей, никуда торопиться не надо, и я думаю, что все-таки не так многолюдно будет всего скорее в поликлиниках. Единственное, конечно, очень сочувствую медицинским работникам, которые в то время, как все отдыхают, будут находиться на боевом посту. Ну, вы знаете, действительно, я хочу сказать, что сегодняшнему поколению медиков выпала большая честь и большая удача. Удача работать в очень сложной, многозадачной, но в то же время очень интересный период времени. Вы знаете, есть такое выражение «время первых». Вот, наверное, мы как раз сейчас все переживаем этот период, а первые, они должны быть сильными, они должны быть гибкими, должны быть устойчивыми. Их должна быть, конечно, оберегать и вера, и надежда, и любовь. И вот с этим, в общем-то, посылом я обращаюсь ко всем медикам и ко всем жителям Самарской области для того, чтобы нас эта Великая Троица оберегала и давала нам сил и стремление идти дальше. А после таких теплых слов давайте перейдем к более глобальным каким-то вещам. И поскольку все-таки год заканчивается, не то чтобы будем подводить итоги, но какие события в системе здравоохранения вот вы лично назвали бы сегодня основными, которые произошли в текущем году? Ну, бесспорно, наша национальная цель здравоохранения сегодняшнего дня, сегодняшнего периода – это сбережение жизни наших жителей. И уверенная реализация самарским здравоохранением, национального проекта здравоохранения, национального проекта демографии является тому подтверждением. Это 55 очень точных, очень конкретных показателей, их действительно очень много, которые как раз определяют всю линейку от момента рождения человека, начиная с детского здравоохранения и заканчивая возрастной категорией 60+. Где, в общем-то, в совокупности представлено все. Начиная от профилактических мероприятий, охват вакцинации, охват профилактическими осмотрами, это борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, работа санитарной авиацией. Как мы оберегаем и профилактируем наше старшее поколение, старший возрастной период, как мы их вакцинируем. Поэтому все вот эти сборные, еще раз хочу сказать, 55 показателей самарское здравоохранение уверенно выполняет. И это наша одна из основных целей 2022 года, который, безусловно, будет и в дальнейшем реализовываться в последующие годы. Не могу не сказать на одной из очень важных моментов, которые у нас были выполнены в 2022 году, это развитие, серьезный прорыв развития именно детской палиативной медицинской помощи, отделения детской палиативной помощи, которая была открыта на базе больницы имени Середавина. Безусловно, палиативные пациенты – это самые уязвимые пациенты, которые нуждаются в особенной защите, в особенном уходе, в особенном подходе к их ведению. И дети – это наше все. И именно для данной категории детей созданы максимально комфортные условия для того, чтобы получать медицинскую помощь, как медицинское учреждение, так и работами выездных мобильных бригад. Мобильных бригад именно палиативной медицинской помощи. Если мы говорим в продолжении нашей реализации национальных проектов, действительно, один из очень серьезных показателей был – это показатель охвата жителей Самарской области профилактическими осмотрами и диспансеризацией. Вы знаете, мы с особенным волнением весь год мониторировали данный показатель, потому что 2022 год – это был год, когда мы вышли и сняли все ограничения, можно сказать, после пандемии. И ожидали бесспорно роста заболеваемости, поскольку в 2020 и 2021 году у нас были ограничения. Не до профилактики было. Да, было не до этого, во-первых. Во-вторых, были действительно введены ограничительные мероприятия, и отдельные виды плановой медицинской помощи временно были приостановлены. И бесспорно мы в 2022 году видим увеличение роста выявленных заболеваний около 40%. Это ожидаемый был показатель, и тем не менее тот процент охвата профилактическими мероприятиями, а это более полутора миллионов жителей Самарской области, тоже был достигнут. И одна из новелл 2022 года – то, что гражданин, который прошел диспансеризацию и имеет возможность зарегистрироваться на платформе в личном кабинете, может ознакомиться с результатами проведенной диспансеризации и увидеть эти итоги. Да что вы, даже я слышу об этом впервые. Да, это стало возможным в этом году. И вообще, тоже у нас один из национальных проектов – это информатизация. Могу сказать, что состоялась такая историческая стыковка двух модулей – врача и информационной системе, пациента и информационной системы. Когда мы можем уже сегодня отследить информационный путь в информационном поле, пациента также от момента рождения до его направления через поликлиники, федеральные центры для получения специализированных видов медицинской помощи, включая высокотехнологичные виды. Я думаю, это, наверное, и облегчает и работу докторов, и увеличивает эффективность. Да, бесспорно. С учетом тех сложностей и тех возможностей, которые… ответственности, прежде всего, и потока информации, в которой сейчас находится современный медицинский работник, современный врач, без помощи информационных систем сделать это будет гораздо сложнее. Еще в этом году, наверное, как мне кажется, со стороны очень много идет строительства, медицинских учреждений. Я вот езжу каждый день по улице Новосадовой и просто поражаюсь, как на глазах растет детская инфекционная больница, новое здание, да, о чем давно мечтали. У нас действительно много возведено и введены в эксплуатацию на селе – это врачебная амбулатория, фельдшерско-акушерские пункты. Мало этого, к ним подведен интернет и становится возможным приближение медицинской помощи непосредственно к месту проживания наших сельских жителей для прохождения той же вакцинации, диспансеризации или диспансерного наблюдения в рамках. Не нужно ехать в районный центр, не нужно тратить времени, никакие иные ресурсы. Все возможные виды, ну это около 70-80% видов медицинской помощи, которые оказываются в поликлинике, ее возможно выполнить по месту проживания наших сельских жителей. Это очень важно. Более того, мобильный медицинский комплекс очень активно у нас стали работать также на селе. Это мобильные, то есть передвижные флюорографы, маммографы, мобильные ФАПы. Это наши незаменимые помощники, палочки-выручалочки, которые помогали, помогают и будут, я уверена, нам помогать в проведении повышения охвата вакцинации от гриппа, от новой коронавирусной инфекции. И наши жители нашего региона, я уверена, уже запомнили наши передвижные ФАПы, которые сопровождали все крупные массовые мероприятия, спортивные мероприятия. И я сама, посещая эти мероприятия, видела и слышала массу положительных отзывов от населения. И это здорово. Спасибо. Элла Николаевна, вот в наше непростое время сейчас, в условиях санкций, очень у многих были опасения, что в медицинские учреждения не будет поступать новое медоборудование, тем более, собственно, где его взять, все оно импортное. Оправдались ли вот эти опасения в этом году? Безусловно, и только благодаря поддержке главы региона, не трегучи Азарову, вот именно такой патронат, который мы ощущаем ежедневный, для того, чтобы понимать, когда доставлен медицинское оборудование, где оно находится, когда оно придет в медицинское учреждение, когда будет проведен тестовый режим, это отслеживается с момента, в общем-то, того, когда наступил этот критический момент. Поэтому практически все единицы медицинской техники, это касается и в рамках реализации национального проекта здравоохранения, и для сердечно-сосудистых пациентов, и для онкологических пациентов, и для палеоактивных пациентов. Вот только сегодня мы с нашими коллегами буквально на телефоне проговаривали с медицинскими учреждениями, с главными врачами, каждой позиции того медицинского оборудования, тех медицинских изделий, которые должны доставлены до 30-го числа, чтобы медицинское учреждение получило его, поставило на баланс, и чтобы с этого минуты это оборудование шло на пользу и на спасение человеческой жизни. Я еще раз напоминаю, сегодня в студии программы «Звоните доктору» Элла Малютина, руководитель управления организацией первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний Минздрава Самарской области. У нас есть еще немного времени, телефон 202-11-22, если остались какие-то вопросы, вы можете в студию позвонить. Ну, мы поговорили о каких-то реперных точках знаковых здравоохранений в этом году, которые у нас случились, и наверняка же Минздрав не работает. Вчерашним днем у него уже есть планы. Очень большие планы, действительно. Можете чем-то поделиться с нами? Да. Я бы, наверное, остановилась на… Действительно, мы ожидаем в 2023 году вот ввода, долгожданного ввода детской инфекционной больницы, безусловно, которую вы сегодня вспомнили, и очень масштабное строительство поликлиники в Волгарии. Это, наверное, очень такой-то долгожданный подарок Самаре-миллионнику городу для того, чтобы охватить, приблизить качественные, доступные медицинской помощи наших жителей, этого населенного, очень молодого, очень интересного района нашей Самары. Я бы хотела еще немножко вернуться, наверное, к новогодним праздникам, если вы позволите, да? И хотела бы сделать несколько акцентов на режиме. Действительно, это новогодние праздники, кто-то их расценивает как каникулы, но очень важно, чтобы мы 9 числа пришли, значит, утром встали и смело пришли на работу. Без потерь для здоровья. Без каких-то потерь для здоровья, да, это очень важно. Поэтому режим, бесспорно, он не любит резких каких-то перемен. Поэтому в любом случае это утренняя зарядка, это прогулка на свежем воздухе, это приятная встреча с друзьями, возможно, это какие-то экскурсии, опять-таки, на свежем воздухе и посещение мест, где вы не были. И особенный акцент я бы хотела сделать на исключить три зла. Первый – это злоупотребление алкоголя. Да, это отказ от одиночества. Одиночество – это враг нашего века, и поэтому здесь действительно встречи должны быть теплыми, в приятном кругу близких и родных людей. Ну и избыточное употребление сахара, что у нас тоже, к сожалению, чревато и ни один новогодний праздник не проходит, тоже очень сильно вредит здоровье, как в виде тортов, так и в виде прохладительных напитков, в виде лимонадов и прочих. Поэтому здесь я хотела бы сделать особый акцент, у дерева правильному питанию, овощи, мясо и вода. А вы знаете, я обратила внимание, вчера читала новости Минздрава и увидела, что в течение декабря несколько специалистов, все говорят на тему увеличения количества овощей и фруктов в рационе. А чем вот это вызвано, что вот именно в декабре вы на эту тему сделали удар такой, акцент? Ну, действительно, мы об этом говорим достаточно долго, но, возможно, вот сейчас мы просто перепроверяем методику. Федеральный Минздрав проводит тематические недели. В ноябре это было преимущественно посвящено борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологическими заболеваниями. Сейчас, в преддверии новогодних праздников, именно таким образом была поставлена неделя образовательная, где мы делали акценты, включая наших главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения, именно о пользе здоровой еды, о пользе физических упражнений, о пользе прогулок, как бы таким образом подготавливая, теоретически подготавливая нас, население о том, чем же мы можем и как мы должны проводить наши новогодние праздники с пользой для своего здоровья. И еще, вот хорошо, что сейчас дети ушли на каникулы. Хорошо для эпид-обстановки, наверное, да, что вот эти контакты в школе разорвались. И, возможно, все-таки как-то подуспокоятся. Но, тем не менее, сейчас же елки, спектакли и прочее. Вот вы говорите, не сидеть дома, общаться, выходить. А какие все-таки меры предосторожности против вирусных заболеваний, чтобы уберечь себя, уберечь детей? Можно предпринять? Ну, прежде всего, если заболел, то нужно, конечно, оставаться дома. То есть вот эта вот культура, я думаю, что она в основном уже стала за эти три года пандемии, мы ее привили в себе, и здесь ни в коем случае не нужно расслабляться. Поэтому, да, несмотря, может, на какие-то билеты, может быть, несмотря на какие-то утренники, если почувствовали себя плохо, если заболели, да, нужно оставаться дома, пригласить врача и вылечиться, и пустить то же самое представление, но, может быть, через две недели. Второй момент, бесспорно, что очень важно, это мытье рук. Мы про него забываем, а это основное, и действительно, это доказано с позиции Всемирной организации здравоохранения, и мы прошли через это. Это обычное мытье рук, обработка средствами, это приносит пользу, и это обезопасивая для того, чтобы не заразить самого себя в процессе своей же жизнедеятельности. А третий момент, это, конечно, ношение масок. Это тоже очень важно. Отвыкли мы уже от этого, Элла Николаевна? Вы знаете, наверное, кто-то отвык, кто-то не отвык, и я действительно наблюдаю, что наше старшее поколение... Вот они ответственные. Они ответственные, и им есть что терять, и очень правильно подходят к тому, чтобы сберечь свое здоровье. Именно эта категория людей все чаще и чаще, я замечаю, не приходит во все общественные места. Даже посещая Минздрав, они носят, либо мы им предлагаем маску, они спокойно к этому относятся. Поэтому, ну и социальная дистанция, в том случае, если это возможно, тоже это... Вот эти хотя бы четыре компонента, о которых мы говорим, да, они являются основными границами для того, чтобы пресечь дальнейшее распространение инфекции. И здесь, конечно, очень важен ответственный подход каждого гражданина, каждого члена нашего общества к тому, чтобы обезопасить себя и тех людей, которые находятся около него. Большой это пациент или маленький. Ну, я думаю, что завершая программу, в преддверии Нового года, наверное, есть смысл что-то пожелать нашим зрителям. Я с большим удовольствием хочу пожелать жителям Самарской области здоровья, семейного благополучия, радости и счастья. Я хочу пожелать, чтобы у каждого из нас был дом, в котором нас ждали. Чтобы у каждого была работа. И на этой работе, чтобы мы были оценены. Я хочу пожелать, чтобы у каждого из нас был групп своих близких, родных людей, которые бы нам дарили и давали нам и силы, и опору, и надежду, и поддержку. Да, Николай, думаю, что имею право от лица зрителей поблагодарить вас тоже за участие в программе и пожелать вам здоровья, удачи и всего доброго. Благодарю. Увидимся в новом году. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин